7 февраля. Что произошло в мире? В провинции Юньнань на юго-западе Китая от низких температур пострадали 440 тысяч человек, повреждены сельхозугодия. Петели Японии продолжают страдать от рекордных снегопадов. В регионе Хакурику местами высота снега превысила 1 метр, что в 5 раз больше, нежели в предыдущие годы. В городе Фукуи в одноименной префектуре уровень снега достиг 1 метра 36 сантиметров. В городе Хакусан 1 метра 60 сантиметров. В городе Кага 1 метра 90 сантиметров, которые расположены в префектуре Исикава. Тысячи автомобилей оказались в снежном плену. Сильный снегопад обрушился на регион Иль-де-Франц во Франции. Второй день возникают трудности в автотранспортном и железнодорожном сообщении. В центральной и северо-восточной части страны объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. В Аргентине от наводнений и сошествия оползней за последние дни пострадало более 60 тысяч человек. Вследствие сошедших селевых потоков в 7 департаментах Боливии, более 45 тысяч человек остались без крыши над головой. Повреждены сельскохозяйственные угодья. Разрушены дома. В Казалардинской области Казахстана вследствие разлива реки Сардарья была повреждена дамба в 10 местах. Затоплены сельхозугодья на площади 2300 гектаров. У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7 на глубине 11 километров. За день до этого, 6 февраля, в стране от подземного толчка магнитудой 6,4 пострадали 334 человека. Более 40 тысяч домовладений остались без водоснабжения, около 1900 домов без электроэнергии. При стихийных бедствиях самое главное проявлять человечность и доброту, взаимопомощь и взаимовыручку. В окружающем нас мире всё взаимосвязано. И всем нам важно перестать потребительски относиться к окружающему миру и сделать всё возможное, чтобы в обществе утвердились приоритеты, основанные на внутренней потребности созидания и приумножения добра. Я – Богу. Я – людям. Чтобы доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных искусственных разделений мирового общества. Все мы – люди. У нас у всех одно место проживания – земля. Одна национальность – человечество. Одна ценность – жизнь. Подробнее о том, что делать во время стихийных бедствий, смотрите в видео на нашем канале «Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного характера». Субтитры создавал DimaTorzok